Добрый день! В эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Многие экономические аспекты мы уже обсудили в начавшемся году, подводили итоги, как вы помните, и предыдущего года. Не касались мы темы автопрома, и сегодня об этом и поговорим. Вспомним, что творилось в прошлом году, как и в ТНЗ сейчас, на что рассчитывать, соответственно, автолюбителям, на что рассчитывать тем, кто хочет обновить свою машину, кто хочет, может быть, купить впервые автомобиль, что им предлагают сейчас тверские наши компании. Сегодня у нас в гостях представители очень известного бренда, это группа компаний «Важная персона авто». Хочу их представить. Это Станислав Драгин, руководитель отдела продаж, и Денис Селькин, старший сервисный консультант. Добрый день! Господа, спасибо большое, что нашли время. Спасибо, что пригласили. Время, что пригласили. Ну, давайте вернемся в прошлый год. Вот, все мы помним, что, несмотря, казалось бы, на кризис, на все прочее, спрос в том году был приличный на автомобиле. Хотя, казалось бы, помните и курс доллара, и прочее-прочее, коронавирус. А вот вы чем для себя объясняете, что, несмотря на все это, на все эти неприятности, люди брали машины? Роман, ну, я бы не сказал, что только прошлый год, да, был, показал какой-то рост, он в 2020-м был рост. Ну, с чем это связано? Автопроизводители в 2021 году нарастили все-таки производство. Смогли подстроиться под внешние факторы, вот под эту самую пандемию. Ну, и, собственно говоря, были автомобили в наличии. Ну, и давайте назовем это, собственно говоря, вот по критериям три фактора. Это рост производства, это постоянный рост цен, к сожалению. Ну, и отложенный спрос, о котором мы еще попозже поговорим. Скажите, ну, вот в итоге вам удалось удовлетворить спрос от клиентов? Потому что, знаете, я помню хорошо бум, вот восьмого, к примеру, года, когда действительно в салон приходишь, а тебе говорят, машину ждите, машины нету. Ждите там через полгода, или вот вы можете выбрать вот этого желтого цвета и больше никакого. Что творилось в этом году? Удалось ли вам все-таки как-то загладить эту ситуацию, чтобы не было, когда люди ждали подолгу? Мы были обеспечены достаточным количеством автомобилей, но, к сожалению, полностью покрыть мы не смогли. Это связано, в первую очередь, с отсутствием полупроводников, которые влияют на производство максимальных топовых, так скажем, комплектаций того или иного, ну, той или иной модели. Давайте, извините, вас перебьют. Напомним, какие модели можно приобрести у группы компаний «Важные персоны авто». Ну, модельный ряд достаточно большой. Не модели, а фирмы, производства. В нашем портфеле это Toyota, это Lexus, это Mazda, это Hyundai, ну, и, соответственно, все вот эти бренды, богатые модельным рядом своим. Ну, да, это известно. Да, я продолжу, собственно говоря, отвечать на ваш вопрос. Ну, скажу так, наши клиенты, они проинформированы о том, что имеются задержки там с полупроводниками. Полупроводниками, они проинформированы, они готовы ждать, и в этом году, а точнее уже даже в самое ближайшее время, получат свои автомобили. Вообще, проблемы-то решаются с полупроводниками, это причем ведь мировая проблема. Мы как-то привыкли, считаешь, что какие-то проблемы изникают сугубо внутри нашей российских дела, но в данном случае тут даже Россия ни при чем, что называется. Ну, мы все прекрасно понимаем, что полупроводники используются уже не только в автомобильном бизнесе, да, они используются в электротехнике. Да, вообще-то большая сфера. Ну, забегая вперед, опять же скажу, что 22-й год мы снова будем работать в условиях дефицита, будем использовать, испытывать, прошу прощения, некие задержки с поставками автомобилей. Но, повторюсь, что, вот как и в этом году, клиенты в любом случае дождутся своих автомобилей. Мы уже говорили о спросе. Какую долю в этом спросе, платежеспособным, конечно же, играют, какой процент занимают кредитные продажи? Ну, если говорить о процентном соотношении, то по 2021 году это порядка 31% это именно кредитные продукты. И с чем это, собственно говоря, опять же, связано? Это поддержка дистрибьютора с точки зрения минимальных процентных ставок. Это первое, что я назову. Ну, и второе, при приобретении автомобиля в кредит дополнительные преференции от дилера покупатель получает. Слушайте, скажите, интерес цифры назвали. Мы как-то привыкли читать, что мы все живем в кредит. Мебель, все что угодно, вплоть до путешествия за границу. Я в этой связи все время был уверен, что у нас покупается в кредит, не знаю, там, 2 трети, а то и 80% машин. А получается, население так же плохо живет, и у более чем 2 трети есть деньги, чтобы сразу оплатить стоимость авто. Ну, я сейчас привел цифры именно по бренду Toyota. Ага. Вот, если говорить о масс-бренде, а то же самое Hyundai, естественно, там долю кредитных продуктов, они будут больше, безусловно. Ну, не то, что больше, немного больше, конечно, они будут другие. Это также связано и с господдержкой, в том числе, которой государство предоставляет сниженные процентные ставки. Но в целом ситуация на авторынке, она вот такая. А насколько активно вели себя в том году и ведут юридические лица? Опять же, если переходить к статистике, доля продаж, собственно, с юрлицами, ну, корпоративными продажами, то она варьируется до 13%. Это и юридические лица, это и лизинговые, и это госконтракты какие-то. Мы на ежедневной основе мониторим сайты, где размещаются заказы, собственно говоря, ну и выходим на сделки. А юридические лица вообще, интересно, какие больше машины покупают? Каких марок, если так можно назвать, скажем так, каких сегментов? Ну, если брать по госзакупкам, в основном это Toyota и это Hyundai, если брать по моделям, то первое место занимает Camry. То есть, так же лидер, любят наши чиновники Camry. Да, это лидер, на самом деле, в сегменте D. Ну, и RAV4 тоже превалирует в сегменте SUV уже. Ну, конечно, цифра немного меньше, чем Camry, но тем не менее. А вот говоря о лидерстве Camry, конкуренция вроде большая, но из года в год я сколько замечаю. Чем вы объясняете, какие, на ваш взгляд, преимущества этого автомобиля? Camry обновилась. Это новая линейка двигателей, это новая линейка трансмиссии. Ну, Camry как бы популярная модель, хотя... Раскрученная. Ну, комфортная автомобиль, раскрученная, да. Хотя, вот смотрите, если привести в цифрах по прошлому году, Camry заняла первое место. Мы продали в России, не мы в Твере, а вообще в России, 31 983 автомобиля, по-моему, почти 32 тысячи. Да, хотя первые 10 месяцев лидировала на рынке в сегменте D. Киек опять. Но, начиная с ноября, японец, он опередил погоду, мы вышли в лидер. А почему, за счет чего, как вы думаете, удалось вот японцу вернуть себе эту пальму первенства? Ну, Camry в любом случае бестеллер. Я считаю, здесь первые варианты двигателя, это новые моторы 2 и 2,5, 150, там 200 сильные. И это новые трансмиссии. Вариатор с первой механической и 8-ступенчатая коробка. Да, конечно, здесь есть проценты 3,5 мотор по 249 лошадиных сил. Но Camry с двигателями 2,5 все-таки пользуются большим спросом. Комфорт, безопасность, удобство, поездки на дальнее расстояние. Да, ведь, опять-таки, для представителей органов власти именно это очень важно, потому что очень часто приходится курсировать именно на дальнее расстояние. Там, Москву, по области нашей тоже немаленький регион. Наша область большая, да и ЦФУ огромная на самом деле. Поэтому Camry. Ну и плюс своей надежностью, опять-таки, Camry берет то, что те же большие расстояния человек на Camry с уверенностью может преодолевать, зная, что никаких проблем у него, в принципе, в дороге не возник. Ну, тут еще Toyota создала фурор, как я считаю. Они в этом году представили 7 лет уверенности в Toyota. То есть, при покупке... Ни у кого из автопроизводителей, из брендов такого нет. То есть, теперь на Toyota гарантия 7 лет, там 160 тысяч километров пробега. Да, то есть, это при прохождении технического обслуживания официального дилера. Но если раньше там была гарантия, как у других производителей, там, допустим, 5 лет 150, из которых 3 года и 100 тысяч – это крупные узлы и агрегаты, а двигатель и коробка – на оставшиеся пробеги, то сейчас Toyota что добавила? Это и электроника, это и... То есть, основные узлы и агрегаты. То есть, это реально, это двигатель плюс, ну, двигатель-коробка, соответственно, мосты, раздатки, ну, и так далее. То есть, плюс какие компоненты электроники, которые оснащены в современной автомобиле, то есть, очень много электронных блоков, которые тоже со временем могут сбоить, там, или что какие-то, могут возникать проблемы. То Toyota Motor берет на себя обязательство следить, ну, и менять при необходимости, соответственно, за счет Toyota Motor. Но при этом, естественно, владелец также должен соблюдать некоторые правила, чтобы его автомобиль попадал под программу «Семь лет уверенности». Мы должны соблюдать правила выпуска рекламы, буквально несколько минут, не переключаясь. Мы сегодня говорим о такой важной теме для, я думаю, большинства телезрителей, как авторынок и его перспективы. Мы снова в эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о таком важном, интересном вопросе, как авторынок. Потому что не секрет, что в России продолжается массовая автомобилизация. Да, кто-то говорит, у нас много автомобилей, ну, конечно, имеется в виду личные. На самом деле, это не так. Мы до сих пор очень не стоим, к примеру, да и от Западной Европы, от Америки тем более. В Америке, вы знаете, дорогие телезрители, статистика говорит о том, что на трех человек приходится в среднем два автомобиля. Поэтому нам еще далеко до массовой автомобилизации. Я знаю, что многие люди очень хотят купить машину. Тренд, как известно, если уезжать в пригороды, даже, может, в деревни какие-то, а там без машины никак. Поэтому, конечно, всех интересует, что предлагают наши тверские автодилеры, по каким ценам, на каких условиях, конечно же. Поэтому сегодня у нас в гостях представители группы компаний «Важная персона авто». Это, как вы знаете, очень такая, действительно, большая группа компаний. Целый ряд они предлагают марк известных производителей. Об этом мы сегодня, как раз, разговариваем. Ну, хорошо, с юрлицами мы более-менее все поняли. Toyota Camry – это, как вы сказали, бестселлер. И, наверное, еще долго такому будет оставаться. Мы будем, ну, и Toyota будет все это делать. Ну, ведь сколько лет уже, сколько конкурентов выходит на рынок, ну, как вы сказали, вот Camry и все. Да. По юридических лицам. Ну, что же, это прекрасно. Скажите, ну, а все-таки людей интересует, вот, если на этот год рассматривать вообще, дефицит точно вы уже не видите все-таки окончательно, как вы думаете? Или вот эти все наши коронавирусы и прочие могут внести какие-то коррективы? Сложно сказать, да? Да, ну, на самом деле хороший вопрос. Все будет зависеть, безусловно, от внешних факторов. То есть вы, со своей стороны, делаете все, что можно? Ну, и дистрибьютор со своей стороны, в первую очередь, там, перед Toyota Европой делает все, что можно, чтобы подтвердить, да, ту квоту на именно Россию, там, не на Тверь, а на Россию, чтобы машины были. Ну, честно, полгода точно, но я думаю, что и 22-й год будет целое условие дефицита. Опять же, будет все зависеть от внешних факторов. А в этой связи, из вашего опыта, какой совет можете дать телезрителям, когда стоит прийти за машиной? Вот, допустим, сидит мы с женой, давай купим машину, давай. Они как-то предполагают тоже, когда они смогут сделать, может, там, денег надо подкопить, что-то. В этой связи, вот, то есть, когда вы советуете, за какое время, если люди предполагают, условно говоря, там, 1 апреля купить машину, когда стоит приходить в автосалон? Сегодня. Вот. Мы же понимаем, внешний фактор, доллар, валюта растет. Было удорожание, доллар вырос, наступил следующий месяц, снова удорожание. Поэтому нужно, ну, смотреть, как бы, на реалии сегодняшнего дня, свои возможности, и понимать, что если сегодня не купишь, завтра будет дороже. Мы про доллар сейчас немножко еще поговорим. Я имел в виду, чтобы не получилось так, что вот прямо сегодня, дорогие покупатели, машины, это нет, нужно подождать, вот. Сколько в среднем ждать, то есть, чтобы, ну, не было такого неприятного призыва, а мы хотели сегодня, чтобы люди сразу предполагали, когда они получат автомобиль в руке. Мы все прекрасно понимаем, здесь все зависит от потребности покупателя. Если это максимальные топовые версии, то мы привязываемся к полупроводникам. Если это какой-то автомобиль, который собирается, собственно говоря, не локально, не российская сборка, да, то это тоже может, собственно говоря, затянуться. Но давайте так, объективно. Конечно, объективно. Всем интересно, действительно. Когда к вам стоит прийти, чтобы человек предполагал, вот в это время я буду обладать уже машиной новой? На сегодняшний день я вижу поплайн, то есть, это свою доступность на ближайшие 3-3,5 месяца, и при посещении детского центра я могу более, так скажем, более точные сроки назвать поставки. Но так все-таки что-то есть в наличии, если что-то такое более интересное, серьезное, это может и до года варьироваться. Ну, то есть, самая главная мораль, не нужно идти в последний день в надежде, что завтра я получу автомобиль. И многие сейчас думают, что я сегодня не куплю, завтра будет дешевле. Нет, это абсолютное заблуждение. Не будет, будет только дороже. Это уже доказано. Вот это как раз вы уже упомянули, рост курса доллара, ну и евро, соответственно. Потому что у нас же тоже автомобиль, в конце концов, из Европы гонит. Сильно повлияет, на ваш взгляд, на ценовую динамику? Сильно ведь подскочить сейчас? Повлияет. Повлияет, но, конечно, это не в рамках там сразу же 10-15% постепенно. Нет, но повлияет. Повторюсь, машина будет дорожать. Хорошо. В этой связи, вот, вы как-то ожидаете, может быть, сужение клиентской базы или как? Из вашего опыта, тем более давно работать на рынке. У нас в России тоже, вы уже, я думаю, пережили вместе со всей страной не один кризис. Вот эти скачки валют и так далее. То есть, я думаю, вы можете сделать некий вывод из поведенческого типа покупателей автомобилей. Поведенческий тип, он очень простой. Там можно разбить, ну давайте там на три категории, к примеру, клиентов. Да, это клиент, который меняет автомобиль постоянно, раз в три года. Причем кредо такой. Вот вообще, да. То есть, я хочу ездить на новом автомобиле каждые три года. Есть клиенты, которые там по прошествию, ну, по выработке пробега. Либо возраста. То есть, там 7-8-9 лет, все, мне надо поменять машину. А есть клиенты, которые хотят ездить только на новинках. Вот вышел, допустим, новый Highlander, все, я его хочу. Вот вышел новый 300-ка, все, я его хочу. То есть, вот это, оно никогда не поменяется. А правда, скажите тоже в этой связи, какие предложения у вас есть тем людям, которые, мы не будем брать топовую уже аудиторию, с ними все понятно. У этих людей всегда есть деньги. Они, да, вот у него, в принципе, я хочу только на новом Highlander и все. А те, кто действительно, может быть, раньше до всех наших кризисов покупали только новое, ну, им могли себе позволить. Раньше все-таки у нас средний класс была, его база выше. А сейчас они понимают, что, к сожалению, вот, ну, не могут они уже каждые 3 года обновлять машину. Что-то, какие у вас есть предложения, может быть, какие-то даже советы таким людям. Ну, здесь нет. Потому что, извините, перебью. Согласитесь, тоже не стоит, наверное, ездить на машине до упора, пока она уже элементарно в цене так не потеряет, что ты даже ее продать не сможешь. То есть, тут нужно вовремя, как говорится, обновить машину. Важный момент. Ну, можно здесь говорить как бы про ликвидность автомобиля. Если в рамках Toyota, это действительно одна из самых ликвидных марок с минимальной потерей остаточной стоимости. Вот. Ну, как мы, собственно говоря, мы работаем со своей лояльной клиентской, клиентской базой. Работаем каждый день. По каким условиям? Все. Мы рассматриваем структуру сделки. То есть, это интересный процент наставки по кредиту. Это если есть автомобиль, клиент, который будет сдавать по системе трейд-ин. И вот эти моменты мы прорабатываем. И в стратегии 2022 года у нас стоит, чтобы вернуть в нашу семью этих клиентов. Скажите, а действительно есть ведь такой пул покупателей, которые поклонники одной марки, и, как вы сказали, бывает, ну, что называется, изменят в своей любимой марке, а потом возвращаются, когда появляется благоприятная на то возможность. Но я просто лично, правда, знаю, есть люди, вот, любят, условно говоря, там, Ford, Toyota. Это вообще понятно, это бестселлер. Есть люди, которые очень любят Hyundai. Эта марка за последние, я думаю, лет 15 завоевала очень большую популярность. Вот, соответственно, вот из вашего опыта есть те, кто приходит? Я хочу Toyota. Вот, не прилагайте мне ничего другого. Ну, здесь не только из опыта. Это по прошествии достаточно большого времени и присутствия нас на рынке, да, в Твери. И, конечно, Toyota база лояльных клиентов, она огромна. Мы уже проговаривали, почему это и ликвидность, это надежность, это большая гарантийная политика. Да, собственно говоря, это, если брать нас, это удобное место расположения, много-много преференций клиентов. Но, к сожалению, в условиях пандемии, в условиях отсутствия полупроводников и дефицита, мы, конечно, потеряли клиентов, но потеряли не потому, что мы какие-то плохие клиенты ушли, а потому что, ну, на тот момент времени мы не смогли им дать то, что они хотят. Они были вынуждены на определенный момент уйти в другой бренд, в другой сегмент. Вот. И у нас есть проработанная стратегия на 22-й год. Ну, удержать. Первое, это удержать нашу лояльную клиентскую базу. Второе, что самое главное, немаловажное, вернуть. Вернуть вот этих наших лояльных клиентов, которые ушли. Ну, и третье, привлечь. Привлечь уже новых клиентов. Скажите, а что можно сказать по Мазде? Ведь мы тоже помним вот этот взрывной рост популярности. Я хорошо помню, вот лет 10 назад, вот, Мазда-тройка была просто одна из самых топовых машин по продажам. Это просто, я не знаю, стало каким-то даже аналогом, ну, можно сказать, родной машиной, потому что очень было много троек. Вообще была очень популярна, потому что это сочетание было и качества, и доступности. Молодежь очень любила вот именно троечку. Что можно сказать сейчас по Мазде? Мазда отличный автомобиль. Но на сегодняшний день, опять же, в условиях вот этих внешних факторов, о которых приходится разговаривать на рынке, популярная модель ТЦ Х5 и Мазда 6. Шестерка тоже, да. Да, безусловно, еще и сегмент премиальный кроссовер, 7 местный, ТЦ Х9. От Мазды, повторюсь, классная, хорошая машина, есть интересные предложения, выгодные предложения по обмену автомобиля. Вот, кстати, в этом году планируется рестайлинг, не совсем глубокий, но рестайлинг, это ТЦ Х5 и Мазда шестерки. Также мы ждем выхода ТЦ Х50, ну, не знаю, не знаю, сможет ли он в этом году попасть на российский рынок, но как бы мы на него рассчитываем. Ну, хорошо, давайте тогда еще вашу одну марку, это Hyundai, мы уже затронули, тоже, опять-таки, популярная, причем у Hyundai была, она в свое время взяла во многом за то, за счет того, что это было, ну, для тех людей, у кого, скажем так, ну, не мишки и долларов, и, то есть, было, опять-таки, оптимальное сочетание качества, цены, комфортного обслуживания и так далее. То есть, насколько сейчас Hyundai себя уверенно чувствует на русском рынке, потому что мы уже называли, понятно, Япония, это Toyota, Lexus, ну, вроде американская марка, но все равно это Toyota, вот, и Mazda. Ну, Япония, понятно, давно уже, не одно десятилетие, это лидер автомобильного рынка, вот, кто-то их вообще ставит на первое место, ну, вообще, даже чаще, вот, кто-то считает, что они на паритете с Германией, вот, а вот южнокорейские бренды, я помню, хорошо, когда они начинали, это вообще было сугубо эконом, когда они только завоевывали рынок, то есть, ну, нет, тебе много денег, южнокорейский. Сейчас южнокорейцы уже давно работают во всех сегментах, и премиальный, и средний класс, и эконом в том числе. Если говорить о Hyundai, что, можно сказать, как себя уверенно и вот эта марка чувствует на нашем рынке? Марка чувствует себя, безусловно, уверенно. Я бы не стал, вот, как вы сказали, Роман, там, в самом начале, что машину покупают не те люди, у которых там нет мешкодельник. Нет, Hyundai очень хороший, качественный автомобиль, и, кстати, вот у кого есть, допустим, в семье Toyota, он без проблем берет в семью Hyundai, пускай это... Как вторую машину. Как вторую, может быть, и третью машину, может быть, даже там сыну, может быть, дочке, которая сдала на права, там, первый автомобиль, чтобы отучиться, кто хочет именно ездить на новых автомобилей. Hyundai тоже на российском рынке сегодня представлен очень большим модельным рядом. Это и седан D-класса того же, как Camry, Sonata, это хорошие, классные, даже не то, что хорошие, классные, это отличные кроссоверы, и Tucson, это и Santa Fe, это и автобус, ну, мини-вэн H1. Кстати, кстати, в этом году будет выход с Astaria, по-моему, он так будет называться, это вот абсолютно, ну, то есть обновление H1 H1. Ну, и это самый популярный модельный ряд модели Hyundai Solaris, это Hyundai Toyota. Да, тоже еще один хит-продаж, когда он тут пошел, это просто, я сколько смотрю, появлялся на улицах города нашего, вот у меня знакомых, ни один, ни два, ни три человека, которые покупали именно эту марку. Да, очень хорошая продажа, но он зарекомендовал себя, это, опять же, отличная гарантийная политика, это большой выбор комплектаций, и это классно, это здорово, то есть есть из чего выбрать. Но, я опять же говорю, господдержка вся та же самая покупает, поэтому это нужно рассматривать, этот сегмент тоже. А что можно сказать про еще один, по крайней мере, в свое время хит-продаж Hyundai Getz? В свое время вы знаете, наверное, да, это был, ну, тот же самый бестселлер, как и Camry сегодня. Был бы на рынке, он бы продавался, но, к сожалению, дистрибьютор принял решение еще в то, дай бог, если память не изменяет, 9 или 10 год, снять производство, и сегодня вот модельный ряд, он такой. Жалко, конечно, удивительно, потому что очень была популярная машина, на самом деле. Безусловно, очень популярна. Тем более, она все-таки не пересекалась с сегментом, но с тем же самым Solaris, потому что это более крупная машина, это такая более компактная машина, Getz, если, поэтому да, конечно, ну, может быть, вернуться. Ну, если бы спросили бы дистрибьютора, нужен этот автомобиль в России, я думаю, что все бы в один голос сказали, да, нужно, потому что данный автомобиль был бы востребован, ну, среди любого, наверное, потребителя, абсолютно. Ну, особенно вот средний класс, скажем так. Да здесь не только средний класс, на нем, во-первых, а, можно учиться ездить. Да, первый автомобиль. Вообще. Дальше его использовать, да много в коммерческих целях можно использовать, ну, и для среднего класса тоже. Очень хорошо был автомобиль. Хорошо, а еще какими-то новинками порадует нас автопром? Ну, там, по крайней мере, компания, с которой вы сотрудничаете? Порадует, порадует. Владельцев Lexus хочу немножко, наверное, так скажем, завести. Мы ожидаем... Заинтриговать. Заинтриговать, да. Да, это две модели. Это Lexus NX и Lexus LX. Это абсолютно новые, абсолютно новые модели, абсолютно новые двигатели, абсолютно новые трансмиссии. Ну, нужно набрать терпения. Я думаю, что на Lexus NX мы уже пригласим в начале марта. А вот, а Lexus LX... Из какого класса машины-то будут? Ну, LX это компактный кроссовер, а LX это флагман внедорожника. Да, это, скорее всего, уже будет в март. Осталось немножко подождать. Для России, насколько важно, это будет настоящий внедорожник, которому будет не страшно, что заехать туда, куда не заезжаете же самые кроссоверы. Да, безусловно, его очень ждут. Как вы, наверное, видели, был анонс, он создал фурор своего рода. Мы прям ждем, что он взорвет рынок. А когда, соответственно, можно ждать поступления? Когда людям, опять-таки... Или, опять-таки, сегодня уже надо бежать за ними, делать заявки? Ну, NX мы представим, скорее всего, это будет в марте. Зависит, опять же, от поставок, если ничего не изменится. А LX это, скорее всего, апрель. Ну, то есть весна. Да вот, вот уже, вот маленько осталось. Да, на самом деле, до марта полтора месяца даже меньше. Выходим на небольшую рекламу, потом снова продолжим. Мы сегодня говорим про автопром. Причем, как вы слышали, называемые самые популярные фирмы, начиная с топовых, типа Lexus, кончая вполне народных, распространенных очень, как Mazda, Lechonda, рекламы. Мы снова в эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим об автопроме. Очень важный момент, потому что, многие ездят на машинах, еще больше хотели бы купить новое авто. А может быть, даже не новое. Тем не менее, мы сегодня об этом говорим. У нас в гостях представители группы компаний «Важная персона авто». Один из крупнейших игроков на джерском рынке. И сказать, что крупнейший. Так скажите, таким образом, если говорить уже о наступившем годе, уже который, собственно, набирает ход, соответственно, как вы будете себя чувствовать в условиях конкуренции, которая никуда не делась? Ну, вы знаете, мы, конечно, реально смотрим на вещи, да, и относимся с осторожностью, то, что происходит, ну, как бы внешне, да, и конкуренты усилились очень сильно. Но при этом мы смотрим вперед с позитивом, безусловно. И какого-то взрывного роста ожидать нет, не будет. Продаж. Да, да. Но мы хотим вырасти, ну, давайте я скажу так, 5% это как минимум, а то и больше. За счет чего? Ну, если брать Lexus, то это новый модельный ряд. Если брать Mazda, это, безусловно, обновленный флагман CX, 5-й, Mazda 6-ка, ну, а Hyundai славится, как мы уже сказали, своими Solaris и Creta. Это большая доля в этом сегменте. Вот. Ну, а по Toyota очень хорошая доступность по RAV4, ну, и более того, мы ожидаем рестайлинговый RAV в этом году. То есть будет фейс-лифтинг с набором новых опций. И за счет всего этого, плюс работы, вот как я говорил прежде, с нашей лояльной базой, и хотим вернуть наших клиентов и обзавестись новыми клиентами. Ну, вот, я надеюсь, что эта стратегия не сработает. Ну, что ж, хорошо. Давайте поговорим о таком моменте, как купил хорошо человек машину, но, как известно, купить автомобиль мало. Это техника, а любая техника, она требует обслуживания. Без обслуживания это будет просто мебель. Скажите, в этой связи, всех интересует такой момент, группа компаний, все знают ваши салоны. Да, Lexus, Toyota и так далее. Ну, а если человек, автомобиль другой марки, могут ли они приехать к вам за сервисом? Да, безусловно, могут, конечно. У нас есть очень большой опыт обслуживания мультибренда, то есть это, в принципе, не только Toyota и Lexus, Mazda, Hyundai. Соответственно, у нас очень большой кузовной цех, который принимает, в принципе, по страховым компаниям, любой автомобиль любой марки. Соответственно, мы также можем выполнить сервисное обслуживание на автомобиле любой марки, то есть никаких проблем с этим не возникает. А может быть, опять-таки, конечно, опыты водителей, а если новичок скажет, ну как они смогут обслужить хорошо мою BMW, к примеру, или Skoda, когда они работают по Toyota, Lexus, Hyundai и Mazda? У нас есть оборудование, есть специнструмент, который, ну, в принципе, конечно, он в первую очередь для ремонта автомобиля Toyota, но есть также и специнструмент, который мы держим для выполнения работ на мультибрендах. Соответственно, при этом запасные части мы можем привезти оригинальные абсолютно любой марки, ну, то есть с этим вообще не возникает никаких абсолютно проблем. Мы никогда не зацикливаемся вот только на нашем бренде, да? Собственно, да, у нас есть сертифицированные специалисты по ремонту, по обслуживанию, там, Toyota, Mazda, Lexus, Hyundai. Мы не ставились на этом, мы обучаем наших сотрудников, мы смотрим другие бренды, другие сегменты, закупаем оборудование, и все это нам дает преимущество, и к нам ездят клиенты, к нам приглашают клиента, и мы с удовольствием обслуживаем. Помимо этого, у клиента, у которого есть Toyota и второй автомобиль, например, тот же самый BMW, очень много спрашивают нас, можем ли мы BMW, ну, или какой-то другой, неважно, автомобиль, обслуживать тоже здесь, потому что многим нравится наш подход к клиенту, наша открытость, то есть у нас вместо расположения удобно. То есть пройти в ремзону, посмотреть, как делается автомобиль клиента, никаких проблем не составляет, то есть мы всегда проводим, покажем, все расскажем, при всем при этом обзорные стекла, то есть клиент всегда понимает, что происходит с его автомобилем, то есть многим это нравится, плюс комфортные зоны ожидания клиентов, то есть это телевизоры, кафе, кофе-автоматы, то есть интернет, то есть все, что в принципе удобно, детский уголок присутствует. То есть даже детский уголок. Да, то есть если посетимый клиент наш приехал с ребенком, то есть будет и ребенку интересно, и он не будет нервничать из-за того, что ребенку скучно начинает, допустим, плакать, куда-то звать. Ну просто даже непонятно, ведь за рулем сейчас женщин сами, знаете, все больше, больше и больше. Очень много. Они как раз детьми, и у любой девушки, женщины вопрос. Я приеду на техобслужник, к примеру, на какой-то сервис, на ремонт, и действительно, что это будет собой представлять? Некое залитое маслом помещение, где ребенка даже страшно поставить? Или, да и вообще, куда его деть, правда, как вы сказали, чем занять? Нет, это все продумано. Помимо этого, соответственно, если какой-то долгий ремонт, опять-таки, местоположение влияет очень сильно, то есть это очень удобно. Можно либо уехать, либо если клиент наш из области, куда достаточно далеко ему добираться до дома, то он может, в принципе, прогуляться в парк, да, тоже рядом. То есть если с детьми, там, сходить в кинотеатр напротив. У вас ряда крупный ТРЦ. Да, то есть время ожидания. Девоположение еще целый день. Многие, да, очень здорово проводят время ожидания. Многие даже специально выбирают день, когда они приезжают всей семьей, отдали машину, и, слава богу, вы, ребята, занимаетесь, а мы тут погуляем. Это можно и пошопиться, это можно купить продукты, это можно пойти в кино, то есть развлечения. То есть все в пешей доступности, то есть автомобиль, пока наши специалисты занимаются обслуживанием, либо ремонтом автомобиля, наш клиент не переживает, то есть он уже нам доверяет абсолютно, поэтому нет необходимости за нами смотреть, потому что он уже не первый автомобиль приобрел, не обслужил у нас, поэтому очень удобно на самом деле, люди этим очень сильно пользуются, и остаются удовлетворены и качеством обслуживания, и проведенном времени. Да, всех с удовольствием приглашаем, посетить наш делительский центр, посмотреть, как это все проходит, ну и, возможно, прийти к нам в семью. Семья это не только... У вас действительно семейный бизнес, ориентированный семью, потому что, как традиционно считается, если муж занялся ремонтом машин, ну, отогнать все, семья от него оторвана, муж там где-то на автосервисе, а жена с детьми, что хочет, что и делает. А у вас, получается, можете всей семьей приехать, переместиться в ТРЦ, чудесно всей семьей отдохнуть. Провести время? Конечно. Потом вернуться и всей семьей уехать в своей машине, с которой что-то сделали, определенный набор работы. Но многие люди и уходят на обслуживание из гаражей, наоборот, в сервисный центр, потому что это реально удобно. То есть человек оставил автомобиль, приехал всей семьей, то есть он не может приехать в гараж, оставить машину, стоять рядом на улице и мерзнуть. Здесь все условия есть. Тепло, уютно, опять-таки телевизор, интернет, прогулки. И вокруг большая база для развлечений и так далее. Скажите, а вот если конкретизировать, какие услуги представляете автовладельцам? Если говорить о сервисе. Что это? А сервис — это весь спектр услуг, начиная от элементарной тонировки автомобиля, заканчивая полным тюнингом. То есть это лифт-подвески, лебедки, если для внедорожников берем. То есть это керамика, это уход за кузовом. То есть весь спектр абсолютно. Все, что угодно. Давайте мы правильно понимаем, что сервис же — это не только обслуживание автомобиля. Сервис — это и есть сервис. Но, смотрите, человек пригнал машину на ТО. Он понимает, что у него сегодня заканчивается полис ОСАГО или полис КАСКО. Это надо пролонгировать. Что он делает? Он обращается к сервисному консультанту, сервисный консультант дает обратную связь. Мы, пожалуйста, провожаем, делаем пролонгацию. Может быть, клиент захочет на этом этапе оценить свою оценку автомобиля. Пожалуйста, мы оцениваем его автомобиль. И тут же делаем встречное предложение. То есть все в одном окно. Все в одного окна, грубо говоря, получается. Достаточно очень много ситуаций, и когда клиент приезжает на своем автомобиле на ТО, а через неделю уезжает на новом автомобиле. Это не сказка, это действительно так. То же самое с проведением техосмотра, например. То есть человеку не нужно ездить сначала на обслуживание, потом куда-то на техосмотр. То есть мы сертифицированы для проведения государственного технического осмотра. Многие совмещают ТО, сразу же мы проводим, делаем и обслуживание, все в одном месте. Сделали ТО, дальше он прошел, продлил поле с ОСАГО, и все, ну то есть все. Получил комплекс услуг, да. В одном месте. То есть это достаточно... То есть даже здесь у вас все в одном месте. Вы поговорили про семейный отдых и так далее. То есть даже в этом плане у вас, что называется, как в той рекламе, все в одном окно. Ну, мы стараемся, да, стараемся так, чтобы было удобно клиенту, и, соответственно, клиенты это ценят и приезжают к нам. Хочется добавить еще, что мы ценим голос клиента, слава богу, что они нам ставят отличные оценки. Да, конечно, без негативных там комментариев не обходится. Это жизнь. Это официально идет человек, которому что-то не понравилось, там, не знаю, цвет игровой комнаты, условно говоря. Безусловно. И нам очень важно мнение, то есть что у нас даже присутствует. Вот у нас сейчас на рынке появился флагманский внедорожник, Land Cruiser 300. Мы его очень долго ждали. Да, мы сейчас ограничены в поставках, но машины есть. Мы предлагаем пройти этот драйв, услышать его мнение, а как он считает. То есть он сегодня эксплуатировал Land Cruiser 200. И нам важно его мнение, что после его автомобиля он скажет вот про эту новинку. Это немаловажный фактор. Скажите, ну вот тоже мы уже говорили, что к вам могут прийти обладатели там и Skoda, там, условно говоря, Renault и так далее. А вообще, на ваш взгляд, насколько это влияет на долю тех, кто обслуживает гарантийные машины у официальных дилеров, допустим, или уходит к другим? Верно, я понимаю, что вы таким образом конкурируете, ну и боретесь с дополнительным пулом клиентов, занимаясь как бы сервисом машин, не тех брендов, которые мы... Конечно, мы хотим привлечь клиентов, мы хотим привлечь клиентов и показать, что мы умеем, показать наши качества. Как раз вот о чем я говорил, вот эта вот стратегия, да, привлечь новых клиентов к нам, дать возможность познакомиться с новым автомобилем, пощупать, и, возможно, как бы пересесть на новый автомобиль, и тем самым обслуживать этот автомобиль, а, может быть, забрать этот автомобиль, предоставить ему новый. Вот такие моменты. Насколько, на ваш взгляд, важно удержать людей, у которых гарантия закончилась, и возникает соблазн, ну а может уже не поеду к официальному дилеру, то есть к вам? Здесь это, конечно, удержать очень необходимо клиента. Для этого Toyota Motor разработала пакет 7 лет уверенности, о котором мы разговаривали. То есть это продление гарантии автомобиля на основные узлы агрегата, то есть это электроника и так далее, до 7 лет, либо до 160 тысяч пробега. То есть многие просто до сих пор даже не знают, люди, у которых закончилась гарантия 3 года, многие думают, что все, можно не ездить, можно поехать куда-то там в гараж и так далее. На самом деле это заблуждение, ну неверно, многие заблуждаются в этом вопросе. И хотелось бы просто людям напомнить о том, что обслуживая автомобиль у официального дилера, после обслуживания клиент получает, владелец автомобиля получает еще год гарантии, либо 10 тысяч километров пробега. То есть после каждого обслуживания, спустя 3 года, то есть прошел ТО, получил год гарантии, либо 10 тысяч километров пробега. Причем даже те люди, которые пропустили ТО, могут также вернуться к продленной 7 лет уверенности. Для этого необходимо просто пройти техническое обслуживание у официального дилера. При этом мы делаем техническое обслуживание, делаем диагностику автомобиля. В диагностику у нас входит проверка двигателя, проверка коробки передач, и проверка скрученности пробега и так далее. То есть если у нас все показатели в норме, то человек опять подключается к гарантии. Соответственно, через месяц после ТО начинает действовать пакет 7 лет уверенности. То есть год гарантии клиент получил, пройдя ТО. Опять же хочется добавить, что многие считают, так, ТО дорого. Зачем они поменяют масло мне с фильтром, я заплачу деньги, и все, я лучше поеду к серому дилеру, в гараж или еще куда-то. Нет, ни в коем случае не надо делать. Ведь в автомобиле не только сердце, это двигатель, да, не только трансмиссия, но и очень много-много-много разных агрегатов, узлов. Так вот, во время прохождения ТО мы же не только меняем масло, а как раз вот это вот все смотрим и даем рекомендации. Мы же не настаиваем, мы даем рекомендации, что вам после диагностики мы советуем поменять вот это, вот это, вот это. Либо рекомендуем, да. То есть тормозные колодки столько-то миллиметров, вы проедете еще там 3000 километров. А если вы сейчас поменяете, то вы проедете еще 23 тысячи километров. То есть вот таким вот образом. А уже не раз вы упоминали пословутый гараж, гараж, гараж. Вообще, а насколько вам серьезную конкуренцию составляют вот эти непонятные станции сервиса, гаражи даже то же самое вообще, и могут ли они составлять конкуренцию. Потому что, ну, лично я уже неоднократно слышал такое мнение от опытных автовладельцев, что современная машина, это не копейка Жигули. Ее уже вот так на коленке у себя где-то там в гараже, хоть бы ты был золотых рук мастера и так далее. Или у дяди Васи, который вроде как разбирается, он все сделает. Что современные машины, вот эти все от хороших брендов, конечно же, их просто так не починить. Ну, это абсолютно точно. И у нас очень много клиентов, которые сначала вроде бы перешли на обслуживание где подешевле, и после, через какое-то время возвращаются для того, чтобы мы исправили те недочеты, которые натворили наши, так называемые, конкуренты. Коллеги, скажем так. Да, поэтому те автовладельцы, которые понимают и уже столкнулись с этим, они больше никогда туда не переходят. Это обслуживание у дилера, это пусть будет немного дороже, но будет качество, будет гарантия. Гарантия. Гарантия, которая не просто на словах, а подтверждена, да, заказ на рядом. То есть это полгода гарантии на работы, год на запасные части. То есть это достаточно много. Люди, которые ценят это, они уже остаются все равно у официального дилера. Потом мы разработали очень много скидочных, да, как карта. То есть это у нас есть карта лояльности. То есть мы предоставляем каждому клиенту при первичном визите. У нас есть при первичном визите также 30-процентная скидка на работу для любого клиента. Первый раз к нам приехал. Дальше мы разработали программу для автомобилей старше 7 лет. То есть у нас уже идет 50% скидка на работы. То есть чтобы было легче обслужить автомобиль владельцу, это уже не так накладно. Это уже ценник, ну я не знаю, наверное, 2010-2011 года. То есть он примерно стоил то же самое. Несмотря на то, что цены растут, мы все равно, мы не можем, не всегда, вернее, не можем повлиять на рост цен на запчасти. Поэтому мы стараемся все-таки удержать наших клиентов скидками на работы. То есть здесь мы можем уже, соответственно, сделать что-то, ну как бы в помощь, что ли, наверное, нашим клиентам, чтобы было просто легче обслуживать свой автомобиль. И мы были бы уверены, что автомобиль, несмотря на то, что ему уже 7 лет, и многие считают его уже старым, но тем не менее у него полностью чистая история, обслужена вся история официального дилера, который может проверить, в принципе, в любом дилерском центре есть национальная база, то есть Toyota Motor. То есть при продаже такой автомобиль, естественно, выше в цене. То есть у человека чистая история, то есть не нужно уже, нет никаких сомнений в пробеге автомобиля и так далее. То есть такие машины действительно стоят очень дороже, чем все остальные, например, те, в которых история не очень понятна. Это к вопросу, опять, что не стоит экономить на ремонте. Здесь даже не в этом дело, понимаете. Оборудование, которое производит диагностику, сертифицированное, мы же прекрасно понимаем, что оно стоит денег. И наши конкуренты не все могут позволить. Да, оно у них есть, но оно универсальное, да, и не дает все те возможности, которые вот есть на сегодняшний день. Вот так вот. Поэтому, если вы хотите быть полностью уверены, там, защищены в своем автомобиле, то, безусловно, нужно ехать к официальному дилеру, полностью смотреть, проверять, доверять, получать баллы за прохождение ТО, которыми можно будет потом снова воспользоваться там, либо на установку, до установки чего-либо, либо оплатить, оплатить какой-то ремонт. Оплатить часть ремонта, либо полностью ремонт. То есть зависит от того, сколько баллов накоплено. То есть от каждого, чтобы было понимание, карта лояльности, она под каждого клиента индивидуальна. При оплате любого ремонта, любого технического обслуживания, при покупке любого аксессуара в нашем дилерском центре, неважно, причем это может быть дилерский центр Hyundai или Mazda, все равно у него копятся баллы, и он может их потратить в Toyota. То есть она и на группу компаний. И, соответственно, каждый со своим номиналом. То есть это 5, 7 и 10 процентов от стоимости заказа снаряда. Соответственно, как кэшбэк, возвращается на эту карту. Соответственно, при следующем визите клиент может уже какую-то сумму потратить, оплатить просто баллами. Соответственно, сэкономив наличные деньги. Хорошо, мы продолжим после небольшой рекламы. Не переключайте, мы сегодня говорим об авторынке. Мы снова в эфире. Программа «Тема дня». У нас сегодня в гостях представители группы компаний «Важная персона авто». Вы обсудили уже всевозможные услуги, сервисы, лояльность, которые вы представляете вашим клиентам. А кто ваши клиенты? Это только жители областного центра Твери, а может даже других регионов? Все-таки Москва-то, в принципе, и Подмосковье. Что там говорить? Рядом? Денис, давайте я вам приведу пример. Начнем, собственно говоря, по принципу одного окна, и мы продали, и дальше пошло. Вот вы говорите про Тверской регион, про Москву, Московскую область. А к нам из Брянска ездят. Да ладно? Люди покупают у нас машины и ездят на ТО. Представляете? Заметили зрители, это не пограничный с нами регион, это даже не Ярославщина. Ну, шесть с половиной часов. Да. Они нам доверяют. Купили машину и обслуживаются. И больше того, скажу, что вот это все растет. Поэтому мы ушли даже туда. А так, конечно, мы продаем машины и Тверской регион, и Московский, и Новгородская область, и Санкт-Петербург приезжают. Но это не потому, что, так скажем, какие-то там скидки или еще что-то. Это в первую очередь обслуживание, это сарафанное радио. Ну, если это говорить про продажу автомобиля, нужная комплектация здесь. То есть, ну, вот такие. Ну, и сервис также привлекает клиентов. Ну, что касается сервиса, да, к нам очень, ну, достаточное количество, если в процентном отношении, это где-то, наверное, 10-15, может быть, даже процентов приезжают клиентов из пограничных с нами областей. То есть, Московская, Великий Новгород. Да, это Ярославская область. Ярославская область, да. И немало клиентов наших, да. То есть, процентов 15, наверное. Причем, естественно, при первом визите мы, ну, как я уже повторил, мы даем хорошие бонусы. Ну, это достаточно выгодно. И после того, как клиент к нам приехал один раз, ему, ну, старается все-таки приезжать к нам опять. Потому что очень многим нравятся наши отношения, в принципе, к клиенту, наше общение, наше открытое, еще раз повторю, комфорт, удобство и так далее. И многим даже, не знаю, из клина проще приехать к нам, нежели попасть в Москву, потому что это пробка, это неудобство, это на дорогу время, там час. И приехав к нам спокойно по пустой, да, можно сказать, трассе, оставив автомобиль, три часа на природе просто где-то провести время. Ну, очень удобно, и очень много этим приезжает к нам уже из Московской области, конечно, клиентов. Ну, хорошо, у нас осталось буквально полтора минуты. Скажите, еще раз тогда давайте вернемся в наступивший год. Прогноз вот все-таки, как вы считаете, как будет распределяться доля автосервиса вот в этом году между официальными деливерами, независимыми СТО, ну, и теми же самыми участниками? Ну, вот на ваш взгляд. Ну, я думаю, что те люди, ну, еще раз, может быть, повторюсь, которые люди уже оценили и поняли качество официального дилера, качество гарантии и так далее, удобства, они, думаю, что вряд ли, наверное, в 22-м году или в 23-м будут стремиться переходить куда-то в соседние сервисы или гаражи. Поэтому я думаю, что примерно, скорее всего, останется, наверное, в этом же эквиваленте. А учитывая наши бонусные программы, я думаю, что мы, может быть, и сможем еще и привлечь к себе, наоборот. И программа «Семь лет уверенности». «Семь лет уверенности», которая, она, кстати, эта программа запустилась только с октября 2021 года, поэтому многие еще о ней просто не знают. Мы стараемся, конечно, оповещать, это и смс-оповещение, это радио, это по электронной почте оповещать наших клиентов, чтобы они перезвонили нам, мы бы рассказали о этой программе, о ее преимуществах и так далее. Ну, хочется добавить про «Семь лет уверенности», чтобы наш потребитель знал, то, что мы ее запустили в этом году, дистрибьютор запустил, это не значит, что владельцы, которые приобрели им автомобиль в 2014 году, в 2015 году, в 2016 году и обслужились, они ее не получат. Нет, они ее получат. Человек купил машину в 2014 году, проходил СТО, и эта программа будет дальше действовать. Ну, она немножечко перебечит, 2014 год, то есть это автомобиль на момент подключения к этой программе должен быть младше 7 лет все-таки и не иметь 160 тысяч пробега, да. Ну, и проходить-то вот это. Если автомобиль уже два года, как не на основной гарантии, и пробег у автомобиля, например, 130 тысяч, то владелец вполне может приехать к нам, пройти техническое обслуживание уже на пятом году владения автомобилем, пройти техническое обслуживание, получить год гарантии, то есть получить шестой год и до 140 тысяч пробега, то есть у него автомобиль также будет находиться на заводской гарантии. Независимо от того, проходил ли он до этого ТО, где-то. Спасибо за комментарий, я еще в 2021 году, видимо, живу. Ну что ж, хорошо, наш эфир подошел к концу, у нас в гостях сегодня были представители группы компаний «Важная персона авто». Мы говорили о перспективах автомобильного рынка, подводили итоги прошлого года. Ну что ж, спасибо, успеха вашему бизнесу и вашим салонам. А вам, дорогие телезрители, приятной покупки, а еще и приятного потом сервиса вашего автомобиля. Приезжайте, приезжайте. Всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!